Григорий, расскажите, пожалуйста, про события того вечера. Ну, мы 8 декабря с супругой поехали в магазин Переклёсток. После этого она как бы говорит, давай заедем в юность. Но она как бы вышивала, вышивает, а там на втором этаже, ну, находится магазин там всякий, ну, там товаров для рукоделия. Ну, поехали туда, я завернул на стоянку к ларькам. Ну, она говорит со мной, пойдёшь со мной? Я говорю, нет, я не пойду, я подожду. Ну, как бы пока припаркуюсь, она вышла и пошла, ну, по пешеходному переходу туда. Я парковался в зад, ну, задним ходом на стоянке. Ну, и получается, что слышу просто рёв, ну, как бы и удар. Я даже как бы, ну, это самое, ну, не понял, что произошло. Ну, остановился, выхожу, лежат очки, сумка на пешеходном переходе. Ну, и супруга метров, наверное, 10-12 от этого. Ну, соответственно, у меня там шок. Хорошо там, как бы, люди как бы сразу вызвали скорую, там все эти дела. И, ну, как бы, получается, что, ну, скорая быстро приехала, как бы, все там, ну, вот эти, я потом сразу уехал за скорой. Хотя там, ну, молодой, ну, мужчина, который остановился первым, ну, говорит, у меня всё запись видеорегистратора, всё есть. Ну, мне бы, в тот момент было, как бы, не до этого. Ну, понятно. За скорой сразу на машине, я поехал за скорой. Вот такие дела. А потом, естественно, врачи сделали всё, что смогли, но травмы, которые, ну, были нанесены, они... Несовместимые с жизнью. Несовместимые с жизнью, да? Несовместимые с жизнью, она как в кому упала, и всё. Так умерла. То есть вы на место происшествия потом не вернулись, ну, вернулись не сразу, да, получается? Я не вернулся, как бы, потому что... Были в больнице. Да, я в больнице был, как бы, потом приехала сестра туда, ну, как бы, родственники там находились. То есть с этим молодым человеком, который был за рулём Смарта, вы не общались? Нет, они не общались, я вообще, как бы, его даже не видел. Впоследствии, уже после того, как, ну, всё случилось, оформили когда-то, ну, вот, остался момент ДТП до сегодняшнего дня, он или кто-то из его близких не выходили с вами на связь, не пытались? Нет, они не выходили, и я считаю, что... Это самое... Вообще, если люди порядочные, они, зная даже, что можно было позвонить, ну, понятно, что их, конечно, бы послали бы, то, но всё равно извиниться за своего сына они бы могли. Или он. Зная даже то, что... Какой будет им ответ. Ну, видать, такие люди. Расскажите, пожалуйста, про вашу семью. Сколько вы вместе были? Ну, мы прожили 32 года, естественно. Ну, у нас сын взрослый, и вот дочке 11 лет. Оксана, она вообще у меня человек была, ну, это, может быть, вырезать немножко, но была человек хороший, как бы, добрая. Значит, она работала в больнице? Да, она работала в больнице. Ну, и как бы это самое, как сказать-то, то, что... Ладно, ещё, как бы, ну, ребёнок, так ещё уже ухаживала там за матерью. Она инвалид, ну, мать. Нет. Инвалид первой группы. Так что... Ну, как бы, я имею в виду, что... Бог, наверное, просто её прибрал. Ну, не дал мучиться. Как вы дочке сказали? Ну, я дочке позвонил, что... Мама попала в больницу, ну, что случилась авария. Ну, потом, после больницы приехала. Ну, она как бы так... Ну, конечно, плакала, как бы там, но так вот держится, старается. Как сейчас проходит, ну, ваше общение с правоохранительными органами, с адвокатами, ну, по этому делу? Ну, на данный момент я, как бы, заключил договор с адвокатом, как бы он занимается этим делом. Но меня вызывали в ГАИ, сказали, что административное дело, как бы, закрыли они, и что передали в следственные... В следственный отдел, да. Ну, оттуда у меня пока на данный момент никаких этих самых не поступало. Ну, ни звонков, ничего не было. То есть с вами, как с потерпевшим, никто еще просто не общался? Нет, никто не общался, да. Не было ничего. Я хочу, чтобы правосудие восторжествовало, чтобы, ну, человеку, который там сделал, ну, ему наказали по полной программе. Ну, наказание было неизбежно. Как бы он там не хотел. Это мое мнение, думаю, это... Ну, мнение не только мое там, ну, вообще моих друзей, родственников. Ну, и, как бы, конечно, хотел бы еще выразить огромную благодарность всем коллегам, друзьям, ну, коллегам по работе, Оксаны, ну, за то, что морально поддержали, ну, и материально. Ну, и не перестают, конечно, ну, звонить, узнавать, что происходит. Ну, как бы так. Ну, и, 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 как бы так. Продолжение следует...